так друзья хорошо начинаем наш инвест 3 быстренько пробежимся быстренько пробежимся вот вот так вот выглядит наш портфель на текущий момент последняя неделя была довольно активная в начале года прям начал очень круто расти все рынки начали расти наш профиль все за рынками начал расти там плюс процент в день потом начал спускаться потом происходят бунты бунты в казахстане казахстан падает вслед за казахстаном падает россия потому что у нас довольно сильно интегрированной экономики многие крупные российские компании газпром и русал и многие другие компании имеют свои бизнесы свои интересы казахстане соответственно упали российские акции плюс а казахстан находится на границе с россией и сразу российские акции начали падать на фоне того что все что происходит в казахстане так или иначе касается россии а после этого мы заявили что в рамках одкб мы будем участвовать в в подавлении этих бунтов российские акции еще немного упали казахстан тоже упал но затем потихоньку начали отжиматься вчера по-моему был оптимальный день для того чтобы покупать российский и казахстанский рынок на фоне этого падения сегодня уже немного стало отжиматься но тем не менее конечно казалось бы, где-то там в Казахстане люди устраивают бунты, жгут полицейские машины, как это касается нас, касается современный мир, он весь переплетен между собой, то, что происходит у соседа касается и тебя, соответственно, акции падали, но на удивление, на удивление мы сейчас посмотрим, падали не так сильно, как можно было пожидать, особенно казахские акции, казалось бы, ну там происходит лютый пиздец, там прям масштабные бунты, там ввели войска в города, там прям куча погибших, казалось бы, должен происходить пиздец, но акции при этом упали, конечно, но не так, чтобы прям упали, они вот снизились, знаете, на уровне как будто бы, не знаю, ну там компания Apple выпустила не супер хороший отчет, вот примерно так же упали компании Казахстана на фоне новостей, что там стрельба, бунты и военные ходят по городам убивать людей. Можно поясню, почему это не так, с моей стороны ожидаем, что упали, потому что на самом деле в Казахстане с нашей точки зрения происходит какой-то пиздец, люди стреляют, что-то жгут, но с точки зрения экономики, какого пиздеца то не происходит. Нет никаких объявлений, никто не собирается вводить санкции. Понятно, что там за неделю, за две недели они ситуация скорее всего разрешится, либо ТАКФ останется. ТАКФ останется, в этом нет сомнений. Вот, сейчас уже понятно, что ТАКФ останется. Там смотри, там может быть соответственно три три варианта, на мой взгляд, может быть три варианта. Первый вариант, очень быстро всех там бунтовщиков разгонят по домам, кому-то по жопе, и в принципе все останется, все вернется на круги своя, все будет так, как было. Вариант второй, каким-то образом накопится негатив, даже при условии того, что всех разгонят по домам, то даже с учетом этого недовольство у многих останется. Кто-то эмигрирует из Казахстана, где-то какие-то еще будут проблемы в производстве, какие-нибудь еще забастовки там вдруг прокатятся. Ну, в общем, Казахстан потерпит потери в экономике. А есть еще позитивный вариант, потому что казалось бы, что ничего не изменилось, казалось бы, что протесты ни к чему не привели, что ввели войска, всех расстреляли, разогнали. Да, но, но, может быть, вы не слышали, может быть, вы сидите в информационном бункере, но, судя по новостям, которые поступают из Казахстана, эффект сработал. И протестующие, хоть и не добились всех, выполнения всех своих требований, а они много чего требовали, но, похоже, они добились выполнения ключевых своих требований, потому что по новостям, поступающих из Казахстана, Назарбаев уехал, сбежал из страны. И с ним уехали его дочери и их семьи. И там осталось... То есть Назарбаев, он хоть официально уже не является президентом Казахстана, тем не менее, он, как бы, знаете, таким серым кардиналом Казахстана был. И, соответственно, основная часть претензий казахов к текущему правительству, что вы там охуели, вы там все, блядь, зажрались, вы там воруете, блядь, как ни с себя, там коррупция, мы тут, блядь, хуй без соли доедаем, а вы там, блядь, совсем охуели. Назарбаев, ты совсем охуел? Уходи, Назарбаев. И несмотря на то, что Такаев остался, но Назарбаев уехал из страны. И может так случиться, может так случиться, что это окажется позитивным явлением, что постепенно, постепенно, ну не все сразу, но постепенно Казахстан будет как-то выравниваться, превращаться в цивилизованную страну. То есть на фоне этого то и не очень-то и упали. Вот, например, вот есть... Главное, ну, на мой взгляд, очень важное, что у нас не так много компаний, которые заточены... Казахских компаний, которые заточены конкретно на экономику Казахстана. Разве что Каспий Банк... Банки, банки, все банки. Халык, Каспий... Ну, банки, я просто из банков помню Каспий только сходу, а всякие Атомпром, всякие... Газ... Газ, это же все чисто экспортные истории, и им как-то вообще-то не очень интересно, что происходит у Казахстана, если они будут работать. Так вот, смотрите, ребята... Вот, три дня в Казахстане бунты, и что, это разве похоже на какое-то обрушение, на какой-то обвал акций на фоне того, что в стране бунты? Это похоже на, ну, стандартные новости. Вот смотрите, вот здесь никаких бунтов не было. Такое же падение. Вот здесь бунтов не было, тоже снижение акций. И здесь вот бунты, ну, как будто бы то ли есть, блядь, бунты, то ли нет, блядь, бунтов. Эффект весьма... Ну, да, это объемы просто большие. А вот еще вот этот Каспий... Каспий КЗ, это как Тинькофф, только в Казахстане. Вот он прям нормально бахнулся. Потому что он зависит... Да, да, вот он нормально... Но он все равно настолько дорого оценен, что даже после этого падения я не буду брать, потому что он оценен просто неверо... Хуя себе тут, это что такое вообще? Бак какой-то? Не может быть такого. Не, это бак. Это доходит от прибыли? Нет, это что-то не то с цифрами. Почему не то с цифрами? Ну, посмотри, вот доходит прибыли. Ты посмотри, у него каждый год на маржах хуенных размеров. Да нет, ну, что-то неправильно считаю. Это какая-то хуйня. Ну, смотри, вот здесь у него ПНЕ нет, значит, убыточный. Как у него? Иначе был бы ПНЕ. А, нет. Ну, смотри, ПНЕ-30, да? А что это такое? Да ну, как так? Он просто очень дорого оценен. Он очень дорого оценен. Ну, короче, очень странно. И мало того, он, кроме того, что я Робин писал, он кроме того, что очень дорого оценен, он себя оценит еще дороже. Если вы тут видите, он выходил по 60, или по сколько он там выходил? Ну, выходил, вот, в 110. В общем, там была история, что он до этого дважды пытался выйти на рынок, дважды проводил, собирал книжечку, ему собирал книжку кто-то из крупных банков, я не помню, кто им. И они отказывались, да? И они говорили, что мы считаем, что мы стоим дороже, мы не будем. Ну, тем не менее, он оценен невероятно дорого, и компании третьего мира покупать невероятно дорого я бы не хотел. Компании третьего мира, причем третьего мира, который вполне возможно будет еще беднеть и завязанная на спорте. А меня знаешь, почему я оптимистично говорю на Казахстан? У них очень крутая демография, у них очень молодое население, у них огромное количество подрастающих детей, и все эти дети, если они, конечно, не разъедутся по всем странам, плитках власти, и останутся в Казахстане, то это, ну, вызовет буст экономики. Вместе с деньгами из Китая, технологиями из Китая, это может очень круто все оказаться. Молодое население хорошо, но оно там еще более дифференцированное, чем в России. Оно молодое, но очень бедное. Оно гораздо бедное. Ну, это значит, что есть потенциал для роста. Безусловно, но непонятно, откуда этот рост возьмется, вдруг резко и неожиданно. Ну, как откуда? Молодое население, деньги, технологии из Казахстана, у них полезные скопаемые. Как? Вот тебе, пожалуйста, идеальный расклад. Что тебе еще надо? Ну, как бы идеальный расклад у них, оно не молодеет, это население. Такое молодое последнее. То есть оно всегда было молодое. Там сейчас очень много подростков, и они сейчас вырастут, начнут, ну, работать, экономика будет расти. Там подростков много. Там много и подростков тоже, там и молодежи, и подростков. Детей, подростков. 25-30 вроде основной пик. Ну, у меня под рукой нет, конечно. Ну, ладно, короче, ладно. Это не суть важного, если выпуска не про Казахстан, если выпуска, как обычно, про все подряд. Итак, ребята, в общем, последние несколько дней для российского рынка были довольно... Вот мы можем на Сбербанке посмотреть. О, начало года растем. О, в Казахстане беспорядки падаем. Вот примерно так. Кстати, Сбербан прилично получил, кстати, потому что это флагман российского рынка. Он и огребает за все, что происходит, все огребает. Ну, хорошо, ребята, сейчас я пополню счет. Значит, у нас сейчас совсем копейки лежат. Пополнить. Сегодня вы, друзья, донатили до хрена просто денег. До хрена денег на донатили. И тоже по моему донатил до хрена денег. Спасибо большое. И по правилам нашего стрима. Все донаты, которые поступают в день донат стрима, идут на... Все мои деньги на Тинькофф Блэкки 38200. И вы сегодня донатили больше. Все деньги на сегодня, за сегодня поступившие, идут на инвестиции. Каждую неделю 12 тысяч я кладу и все донаты за сегодня. То есть у меня на Тинькофф 38200. Ну, если 200 рублей я ставлю на проезд, если еще 38000, значит, мы пополняем. 200 рублей у меня останется на карте. 21 рубль 65 копеек. Так, но у вас были заказы. Во-первых, Дмитрий, Дмитрий заказал нам 5 акций Астроспейс. Это крайне потенциально перспективная компания связанная. Дима любит. Дима регулярно предлагает мне купить крайне потенциально перспективно пиздатые компании, которые в будущем все уж покажут. Чувствуют, закроются они все нахер. Хорошо, тогда мы по Нью-Йорк Тайм все выбираем. Я просто наоборот. Давай по порядку сейчас. Сейчас еще дойдем. Значит, нам нужны доллары, да? Всем нужны доллары. Так, нам нужно 30 баксов. Покупаем. Почем нанча? Бакс 75 рублей. Это он еще подешевел. Смотрите, как он летал тоже. Не бакс, как рубль дешевел. Почти 77 рублей. 77 рублей был рубль, кстати. Вот, не почти. Вот, покупаем 30 баксов. Так, и покупаем Astro Space. Astro Space. Сразу покупаем. Ну, это ваш заказ, да. Ваш донат, ваш заказ. 5 акций Astro Space. Это 30 баксов. Покупаем. Хорошо. Я инвестировал в космос. Ребята, я человек прогрессивный, продвинутый. Смотрю в будущее. Не какая-то там угольная промышленность. Я как Илон Маск. Я в космос. Компания, конечно, хуйня лютая. Бесприбыльная. Это все, что у меня есть. Это убытки. О, блядь, Дима. Ты такой казиношник, конечно. Дима, Дима. Дима, когда ты разоришься, а я разбогатею, я так и быть, как бы выделю тебе в комнату или флигель какой-нибудь в своем особняке или палубу на яхте. Ну, каюту на яхте выделю тебе и, значит, и буду тебя кормить. Либо наоборот. Вот. И также, кроме того, сегодня зритель, которого, кстати, не видел раньше, впервые видел, заносил 15 тысяч рублей и говорит, на все бери Global Trans. Я вообще нихуя не понимаю, почему Global Trans. Почему Global Trans? Ну, Global Trans, если вы не знаете, это российская компания, которая занимается железнодорожными перевозками. Это не РЖД. Это компания отдельная, которая занимается железнодорожными перевозками грузов. Не людей, а грузов. Она перевозит различные товары. Ну, там, уголь всякий, что они там еще переводят. Хорошо, договорились. Все, кто-то кому-то выделяет каюту. Все. Без каюты никто. Хотя мы оба можем нищепродами остаться. Я с вами на маленькую комнату. Пашка, план В. Я гораздо менее рискованный. У меня гораздо менее рискованный план. Яхты у меня не будет. Но комнатку выделю. Так и будет. Вообще, надо сказать, для российской компании Global Trans оценен довольно дорого. Причем компания завязана. Она, ну, отчасти ее можно считать ориентированной на экспорт, потому что она возит товары, которые, ну, как бы продаются на экспорт. Ну, там, уголь, там, не знаю, может, металл, нефть, газ, она тут все возит. Но, тем не менее, она не прямой экспортер. Она не то же выкапывает из земли и продает. Соответственно, она ориентирована, можно сказать, на русский рынок, на российский, на внутренний рынок. И при этом у нее ПНЕ 14, ПНЕ почти 2. Это не... Странно, где эти цифры? Что-то нет у нас тут цифр. А, вот они, пардон. Вот, ну, это понятно. Коронавирусный год, понятно. Ну, я бы не сказал, что прям маленькая. А какая-нибудь, давай посмотрим, стой. Вот, нет, за рост. Вот, ну, не то, чтобы дохуя, да, не то, чтобы... Не, ну, в принципе, приемлемые цифры. Ну, мне кажется, для железнодорожных переводок, в принципе, там маржа не огромная. Это ж, ну, бизнес такой. Это, конечно, не авиаперевозки, но в RGD, в принципе, не то, чтобы дохрена маржа. Ну, безусловно. Вопрос, как бы, какую доходность ты ждешь от своего портфеля? Я ожидаю, значит, следующую доходность. Я ожидаю так. Этот наш инвестпортфель, он на что настроен? Что мы покупаем компанию, про которую мы можем уверенно сказать. Через 10 лет эта компания будет существовать. Я не знаю, как он даст доходность. Я не знаю, сколько она принесет денег. Но я хочу, чтобы акции, которые покупаю, через 10 лет продолжали существовать и сколько это стоили. И лет через 10 я бы при желании мог бы пересобрать этот портфель заново. А сейчас я просто паркую деньги не в виде денег, а в виде акций. И мне дополнительно хотелось бы делать не полностью, но некоторый упор на дивиденды. Во-первых, это проще психологически. Ты совершенно не переживаешь из-за просадки своего портфеля, когда у тебя лутаются дивиденды. Это может быть не очень выгодно математически. Ну, в среднем математически это то на то и есть дивиденды. Просто это не в хорошем смысле противоречащие цели. Нет, не согласен. Причем, опять же, поговорим про теорию. Так. Теория говорит следующее. В микрофон, пожалуйста. Да, теория говорит следующее. Если компания у нас доживает свою последнюю... Уже уж перешла из разряда рост в разряд стагнации, то она должна платить большие дивиденды. Почему так? Это правда. Ну, очевидно, почему так. Вот. Прекрасно. Поэтому дивидендные компании – обычные компании, которые, скорее всего, с большой долей вероятности, планируют закрыться в ближайшие лет 20. Приведу тебе пример. Нет, нет. Это не значит, что нет других компаний. Я говорю, что в среднем. Не согласен. Вот примеры компании, которые действительно доживают свой последний век. Это уголь. Уголь доживает последние десятилетия. Негоды. Уголь. Сраный ее уголь доживает последние десятилетия. Но железные дороги, они разве доживают десятилетия последние? Нет. Банки разве доживают все последние десятилетия? Нет. У банков другая проблема. Банки платят большие дивиденды. Это не связано с тем, что банки выживают в последние годы. Банки платят большие деньги по одной простой причине. У них очень небольшая, как раз вот эта наша прекрасная в среднем роя. И это тоже говорит, что они не могут тебе, типа ты хочешь процентов 10 получать доходности, они не могут такой рост прибыли предоставить. Ну, физически не могут сейчас банки получать 10 процентов роя. Банки доживают последние, там не 10, а последние 20 лет крупные, частные. Но они просто во что-то превратятся. Да. Во что превратятся они? В таком виде они. Вот, убери чат. Да, сейчас уберу. Так вот, производство еды. Что, доживаются в последние годы Русагра? Нет, Русагра... Русагра, мне кажется, каждый день. Да, российские компании еще имеют некоторую специфику дивидендентную. Да. Потому что часто российские компании дивидендные, это компании с единственным владельцем. И все, что мы говорим, верно для компании с... Все, что я говорю, это все-таки рассуждение про компании, где нету одного чистого акционера, который может сказать, мы делаем так, потому что я считаю так. То есть, это все-таки для компаний, управляющихся менеджерами, наемными менеджерами. Все большороссийские компании не управляются наемными менеджерами. Опять же, существует понятная мысль, что скоро они станут управляться наемными менеджерами. Почему? Потому что наш прекрасный олигархат не молодеет. Ну, просто... Только их жены. Да, ну, а у них у всех есть дети, внуки, жены. У них у всех есть наследники. Так. Это, во-первых, будет... Когда они будут умирать, это будет размывать долю. Доля будет делиться, они будут переставать владеть блокирующими пакетами, и компания начнет превращаться в частные и публичные. Во-вторых, большинство наследников им неинтересно управлять, типа, каком-нибудь... Ну, понятно, понятно, да. Никелем и прочим, им гораздо интереснее в фонд вложиться, в трастовый, и не париться. Поэтому в России в ближайшие лет 20, опять же, мы говорим про долгий срок, мы ожидаем смены тенденции того, что у нас есть всякие крупные компании, которые... Компании Ростов, с одной стороны, Ростовер, компания Ростов. Ну, в России каждая вторая компания в последние годы вот так. В последний год. Собственно говоря, они активные МНА проводят, перестанут платить дивиденды, потому что они станут управляться... Управляющие не будут платить такие деньги. Почему управляющие не будут платить такие деньги? Потому что Росагра выгоднее бизнес расширять, чем дивиденды платить. Бесконечно расширяться нельзя. Наоборот, смотри, когда у тебя владелец один, ты не нуждаешься прям отчаянно в деньгах. Скорее всего, тебе денег хватает, да? Ты как раз можешь пускать деньги в Рост. А когда, например, владельцев несколько, они как раз могут настаивать на то, что мы хотели бы получить дивиденды. Мы не можем в соло рулить компанией, как-то ее растить, управлять. Это не получается, когда ты какой-то миноритарий. Но дивиденды срубить было бы неплохо. Ну, опять же, российские олигархи предпочитают, если уж и чем-то, и вкладывать деньги в компанию по следующей схеме. Они предпочитают вывести их через дивиденды, потому что всегда можешь договориться заплатить поменьше налогов все еще. И потом вложить через дивиденды эти деньги назад. Какой-то анти-байбэк. Да. Так, ну ладно. Короче, ребят, сегодня, как и всегда, есть шортлист. Мы купили 5 акций. И так вот, с чего мы начали? Мы начали с того, что поступил до нас сегодня аж на 15, мать его, тысяч с заказом купить Global Trans. Но проблема в том, что сегодня 7 января у православных это Рождество. Сегодня не то, что вечером, а с утра российские акции не торгуются выходной. Поэтому нам часть денег нужно оставить на Global Trans. Соответственно, это 2 лота по 10 акций Global Trans. То есть 12500 с небольшим запасом нужно заморозить на того, что я бы в понедельник купил 2 лота Global Trans. И, конечно, я это сделаю, потому что правила стрима, инвестстрима такие, что если вы донатите и указываете на какую конкретно акцию, то я так и делаю. Соответственно, заказ на Global Trans 13 тысяч я оставляю на Global Trans. Итого у нас 23. Павел, десятка твоя. У тебя была идея на... Да, я хочу посмотреть New York Times. Я хочу посмотреть, я не знаю, есть ли... Ну, посмотри, чувак, посмотри. Можно мне открыть Yahoo Finance хотя бы? Я хочу посмотреть конкурентов New York Times. Итого, Павел предлагает купить New York Times. Это газета. Павел предлагает купить газету, которая стоит 8 миллиардов долларов. При этом, по наиванию 50. 50 это, ну, конечно, это не Tesla, но это, наверное, в районе Nvidia. Я даже не уверен, что Nvidia. Давай посмотрим Nvidia, какая по наиванию. Секунду. Секунду. 80 и у Nvidia выше. У Nvidia выше. 50 это, наверное, AMD. AMD. Ну, примерно 42. AMD это у нас что? Это процессоры. Это, ну, есть Intel, есть AMD. Так вот, газета, которая стоит 8 миллиардов долларов с PNE50, PNS4. Смотри, вот. Ну, кстати, рост EPS, между прочим, 9,5. Между прочим. Нет, для газеты неплохо. Для газеты достойно. Для газеты очень неплохо. Ну, короче, это очень дорого оцененная газета. Мысль Пашки в том, что они купили, как, Атлетик? Да, D-Атлетик. 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 Вот. Да, газета. Покупаем газету. 2020 год. Время инвестировать в будущее. Время покупать газеты. New York Times. А это уже точно? Все? Топуст точно? Да, да, да. Нью-Йорк Таймс купил, да, Атлетик. Это, короче, спортгазета. Рома, так как называют газетами, давайте все-таки называть их сайт. Купил один сайт, покупает другой сайт. Сайт с картинками. Один сайт покупает другой сайт. Ладно. Короче, тебе Yahoo Finance? Да. Хотя бы, конечно, титры лук. Так, у нас 23... Давай оперативнее, потому что у нас Yahoo 23-31. У нас еще минут 10 на покупке. 10 минут покупки, Павел, давай быстрее. У нас что-то купить. У меня не только 15 минут, а проектов конкурентов там. Будешь в среде проводить New York Times. New York Times Company. Дай мне... А здесь, кстати... Ну да, так. А. На мышку. Что там было? Сурда интересна. Все охранники в Нью-Йорке разгадывают кроссворды только New York Times. Некоменсейшн. Хисорикл. По-моему, это профайл. Сейчас бы я еще помнил. Нет, это не то. Нет, профайл-то вряд ли. Анализ, наверное, да. Я хочу... Что я хочу найти? Мы сравним хотим с другими газетами. Я хочу найти конкурентов. Может, People Also Watch? Нет? Не она? Ну, давай посмотрим, вот что это такое. Профайл. Очень интересно, ничего не понятно. Communication Services. Да, вот он. Газеты, да. Теперь мне нужна финансовая. Мы проводим очень неглубокий анализ. Мои анализы всегда глубокие. Можно мне... Я же ямку покупаю. Что такое цифры, блядь, дебил? Можно мне просто P на E? Можно мне график, чтобы я увидел ямку и купил. Summary, Summary, Previous, Market. Это, кстати... Вон, прямая речь, non-available. Он не убыточный, по-другому. EPS минус 2 бакса, считай, на акцию. Так, хорошо. IPG. 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 P на E, 20. 21 уже получше, ладно. Omni.com Group. Omni.com Group, наверное. Давай, Omni.com Group. 12. Так, ладно, мы не берем New York Times. Вот New York Times дорого, ребят. Значит, смотрите. У меня подготовлен небольшой шорт-лист того, что я хотел сегодня посмотреть. Так. Итак, давайте пробежимся по порядку. Многое из того, что я отобрал шорт-лист с прошлой недели, успело, сука, скакануть, так что теперь неохота. Привет, Стас. Ничего себе, кто кем-то. Да это молодой глупый он тиктукер, Стас. Ты не обращай внимания. Стас работает в МД. Ты его оскорбил сейчас. Итак, Merck. Это, значит, это фармацевтика. Это лекарство. Компания со всех сторон прекрасная. Меня раздражает вот эта вот лесенка. То, что они за разы последние несколько дней так отросли. И, ну, может быть, это, конечно, не предел. Но я не люблю покупать на горках. Я считаю, что если акция уже отросла, то как бы, ну, она отыграла там все хорошие новости, хорошие ожидания. А я люблю покупать компании, про которые немножко подзабыли. Знаете, как-то они сейчас не фавориты, как-то там не обсуждаются, и они как-то спустились. Но, тем не менее, остаются прекрасными компаниями, с прекрасными показателями, с отличным бизнесом. И вот такое я люблю покупать. Хорошие компании на ямках. Так вот, мерк что-то на ямку-то не особо-то и похож. Ладно, давайте пока отложим. У нас сегодня шорт-лист длинный. Второе – это сити-групп. Почему-то все аналитики в один голос говорят, что сейчас на сити-групп надо обратить внимание, что у них были долгие годы проблемы. У них многие годы они были в диком боковике и не росли, не росли. У них там с менеджером были проблемы. Короче, огромное количество проблем было у сити-групп. Но почему-то все аналитики в один голос заговорили о том, что сити-групп выбирается из задницы, в которой она долгое время была. Правда, меня раздражает тот факт. Вот опять же, похоже, многие обратили внимание на то, что сити-групп выбирается из задницы. На то, что в перспективе они могут как бы вернуться. Глянем модерную IBM. Сейчас глянем. IBM тоже, кстати, вырос, по-моему. Вот. Ну, не то, что прям капец отросли, но на ямку тоже не очень похоже. Не похоже на ямку. Вот. Идем дальше. Такеда. Такеда – это японская фармацевтика. И опять же, что-то, что-то у нее недавно была, ну как недавно, пару месяцев назад была не очень хорошая новость в сентябре о том, что одно из ее лекарств отложили, что-то там одобрение, отложили испытание. И они вот упали с 17, упали до 14. Но, тем не менее, это не компания одного лекарства. Это не какой-то медицинский стартап, у которого все ставки сделаны на одно лекарство. У них дохрена лекарств. И это очень крупная японская фармацевтическая компания. На мой взгляд, она сейчас выглядит очень недорого. И, возможно, это как раз наш сегодняшний кандидат, чтобы купить хорошую компанию, про которую подзабыли, которая вот сейчас незаслуженно недооцелена. Нет, но не весь график. Весь график? Давай посмотрим. Ну вот. Вот так вот. А что, нет у него возможности просто сразу постановить целиком? Давай посмотрим вот месяц. Вот так вот. Вот весь график такида. С 11 года. Даунтренд. Даунтренд. Ну, я вижу, я вижу, да. С 11 года. Ну, ты хочешь сказать, что оно так и будет продолжаться? Ну, смотри, это крупная фарма с PNE-10,6. Они еще дивы, кстати, платят вполне приличные. И это можно считать квази-облигацией. Ну и, блин, и куда еще дешеветь-то? А вот ты сказал, что у них отложили, собственно говоря, я не очень специализируюсь по фарме. Ну, я тоже не знаю, я ничего не специализируюсь. Я, в основном, это банковское дело вижу с ними. По фарме очень простая вещь. Почему может быть такой даунтренд? Вполне возможно, они там в десятые сделали кучу крутых лекарств. Ну. Получили на них свои там 15-летние или сколько там. Да, они временные, патенты временные. Да, временные патенты. И у них они постепенно заканчиваются. Да. И у них долго не было новых патентов. У них больше десятка потенциально очень крутых лекарств в разработке прям немедленно. Тогда это казино. И даже если из 15 выстрелить 5, это бомба. Если из 15 выстрелить 5, это бомба. Вообще без вопросов. Если выстрелить одно, они не уйдут вообще на дно. Давайте запомним. Нынче токеда по 14 долларов, давайте мы пока оставим. Мы стираем меркой сети, оставляем токеду. Далее. Смотрим на Fossagra. Fossagra мы одну акцию купили на прошлом стриме. Но мне кажется, что в ближайшие годы у Fossagra... Ёб твою. А, ну это я включил. Да, пардон. Это у нас месячный таймфрейм. Я что-то испугался. Вот. Вот это похоже на хорошую компанию. Почему? Да. Почему я ожидаю, что у Fossagra все будет хорошо? Потому что коронавирус привел к... Много с чему привел коронавирус. Много с чему привел коронавирус. Вот. Разорвались цепочки производства. Разорвались цепочки поставок. Подорожало топливо. Подорожал газ. Конечно, это явление временное, что цены, особенно к лету, как-то в стакане, снизятся. Но, тем не менее, газ подорожал. А газ активно используется при производстве удобрений. При производстве удобрений нужен газ. И, соответственно, в мире есть разные компании, которые производят удобрения. Так и у нас в России есть Fossagra, которые производят удобрения. И у нас газ, можно ожидать, что будет не очень дорого для них. Производство будет не очень дорогое. Поддерживаю робот. А в мире будет дорогое производство удобрений? Поддерживаю робот, только факт. На самом деле, существует две крупных корейных компании, производители удобрений в мире. Уралкалий и Беларуськалий? Да. А Fossagra что же? Ну, удобрения производят примерно Fossagra. Прямо производят Россию и Беларусь, на самом деле. А в мире что, нет? В основном Россия и Беларусь, это там 80% рынок. Короче, а без удобрений картофан не растет. А 30% рынок, это был Беларуськалий прекрасный. А у Беларуськалия жизнь становится все хуже и хуже. И я с ожиданием, что Александр Григорьевич будет творить больше и больше. Давай, мне говорят, нужно купить успеть доллары до 340. Сколько буквально долларов? Ну, баксов 300 надо купить, наверное, да? Вот. Есть надежда, что Беларуськалий будет домачивать и домачивать. Есть надежда, что Беларуськалий как бы скоро станет сателлитом. 10 баксов покупаем, все. Сателлитом российского в плане того, что он сможет продавать свои только России. И как бы это хороший знак для любой отрасли. Дальше идем. У меня в шорт-листе есть 7 видео. Мы что-то мне посоветовали, что у них сейчас хорошая ямка, что они будут платить хорошие дивиденды. Ну, блин, я не знаю, ты что-то можешь сказать про NVIDIA? Я у них телефон скоро возьму. О, надо брать, надо брать, акции скаканут. Ну, хер знает. Кстати, в интернете же дешевле. Я вот купил в интернете дешевле. Я хер знает, я ничего не знаю про NVIDIA, но в целом я отношусь очень осторожно к российским компаниям, которые ориентированы на российский рынок. Почему? Потому что, во-первых, население беднеет. В среднем российские россияне становятся беднее. А плюс к тому-то и меньше нас становится. То есть, демография у нас отрицательная. Даже с учетом мигрантов, которые нам приезжают, не россиян, не славян, даже с учетом вот этих мигрантов, россиян с каждым годом становится меньше. Получается, россиян становится меньше, россияне становятся беднее. Как можно надеяться на то, что компании, ориентированные на внутренний рынок, будут процветать? Ну, разве что они будут прям расширяться, выдавлять другие компании. Как-то так можно. Рынок поделин, видео выдавливать некого. То есть, Увидео, это классический, снова немного теории, Увидео классический пример компании на рынке, который устаканенный просто, что именно в плане, там есть Эльдорадо какой-нибудь, есть Увидео. Не, они купили же Эльдорадо. Увидео купил Эльдорадо. Тем более. Сейчас DNS есть. Короче, есть пару компаний, и Увидео сильно душит, как верно сказал Роман. Роман, сам того не ожидая, отметил некоторый факт, что видео сильно душит интернет. Яндекс. Маркет, он все бьет и бьет по Увиде. Все тяжелее и тяжелее. И поэтому я не очень, вот так чуть-чуть подумав, опять же, это не глубокий анализ, я не прочитал их отчетность за ближайшие пять лет. Я не почитал на Томпсон Ройтерс все отчеты инвесторов, как это надо делать, если вы хотите этим заниматься. Собственно говоря, но мне не нравится им видео. Плохая компания, потому что российские... Плохая компания. Фу, 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 бери. Россия не будут беднеть, россияне будут меньше покупать техники, потому что скоро у нас будет проблема еду купить, а не то, что топовую технику. Что есть, то есть. А с другой стороны, ну что ты без телефона будешь жить? Не будешь, но... Ты перейдешь с айфона, с 13 айфона? Я никогда не был, я с айфона не перейдешь. Ну, имеется в виду, что ты перейдешь с айфона на какой-нибудь Xiaomi. И это сильно скажется на NVIDIA. Так, дальше идем. Синопек. Китайская нефтянка. Китайская нефтянка сейчас выглядит очень недорого. Довольно закрытая, довольно непонятная компания. По ней мало информации, потому что Синопек Shanghai Petrochemical является частью другой компании Синопек что-то там, которая является частью Синопек что-то там. Короче, это матрешка китайских компаний, которая по сути является государственной компанией, одна в другой. И даже отчетность, которая туда поступает, непонятно. Можно ей доверять, нельзя ей доверять. Довольно такая закрытая, непонятная китайская компания. Но что это такое? Это компания занимается нефтепереработкой. Это заводы, которые берут нефть, из нее делают там полиэтилен, пластик, всякую херню. Вот это они все делают. И они сейчас выглядят капец как недорого. Кроме того, они до этого платили довольно жирные дивы, да и сейчас живые дивы очень неплохие в долларах. Это тоже можно считать квази-облигацией. Вот. И сейчас они будут очень-очень недорого. Но у нас довольно много синопека. У нас его реально много. Но если компания хорошая, в жопу диверсификацию, я так считаю. Ну ладно, давай пока запомним. Давай дальше. Intel. Intel, сука, по-моему, отрос, если не ошибаюсь. Мы не успели купить много Intel. У Intel какие-то презентивные новости недавно были. А у них очень много. Кстати, не так, чтобы прям отрос. Не так, чтобы отрос. Мне кажется, возможно, вот у нас сейчас последние недели-месяцы, когда можно за недорого купить Intel. Почему-то мне так кажется. Рома, короче, нефть, а PNG. PNG. Понял? Это такое расширение у файлов. Знаешь, есть JPEG, есть BMP, есть PNG. Синопек производит PNG-файлы и продает. Попутный нейрогаз. Попутный, я думаю, что нефтепродукты, нефтегаз. Попутный нефтегаз. Вот. Спасибо, Антон, уточнил. Вот, ладно, давай Intel запомним. Мне кажется, вот реально, у Intel последний отрезок времени, когда их можно взять недорого, потому что сейчас все дрочат на Nvidia, сейчас все дрочат на AMD, кстати, он немного просил, мы сейчас посмотрим. А вот Intel как-то все подзабыли, у них был ряд неудач, и, соответственно, них все подзабыли. Тем не менее, компания крепкая, у них очень крутые финансовые люди, которые производят чипы, у них PNE10, это смешно. У них высокая рентабельность, у них очень низкие долги, у них payout ratio низкий, при этом дивы у них вполне приличные. У них дивы почти 3% в год, payout ratio ну четверть, короче, вот их показатели. Бля, я не понимаю, что так низко оценивают. А ROI какой при таком payout ratio? 25%. Типа они обещают нам 0.75 на 25, мне 3 четверти 11.5, то есть они хотят 20% роста показывать. Уверенны, ребята. Он там что-то глупо скидет сказал. Попываешь ITF, у нас есть немножко ITF, но не очень много, потому что это скучно. ITF это скучно. Ладно, давай пока оставим Intel в списке. Sber, Sber, кстати, просел на фоне всех последних дней Sber. Sber Pref. Выглядит как ямка, выглядит как ямка весной, когда весной, весной, это в мае, нет, это, ну короче, где-то весной, в начале лета 22 года Sber будет платить Diva, у нее рекордная прибыль за этот год, больше триллиона рублей одной только прибыли, не доходов, а прибыли, соответственно, Diva обещает быть очень жирными, плюс, ну а что случится с Sber? Как бы вот за Sber, как я и Рома, я так говорю всеми ногами за, во-первых, пока Греф у руля Sber будет хорошо, потому что Греф редкий, Греф молодец, редкий пример хорошего управленца в России, у него бывают заскоки, но в среднем Sber будет всегда, ну это Sber всегда будет, мама, Sber не умрет, то есть, ну это должно случиться что-то очень страшное, чтобы Sber умер, собственно говоря, поэтому максимум, что может случиться со Sber, он не отрастет, но как мы помним, ну там процентов 8 дивов одних только не отрастет, даже если он не отрастет, дивов считает это депозит у тебя, так, хорошо, Казатомпром, вот тот самый Казахстан, про который мы начали говорить, и он вроде как подешевел на фоне того, что происходит в Казахстане, сколько у него ПАНЕ, 23, а сколько у него другой АТОМКИ, а нет другой АТОМКИ, вообще, не, ну может где-то и есть, но реально это не то, что прям, у них в Казахстане производится, насколько я знаю, 40% мировой добычи урана, Казатомпром, то есть они монополисты, хорошо, их нельзя оценить по ПАНЕ, по НЕ не показателям, а еще, еще, насколько я знаю, сейчас активно идут разговоры в Европе о том, чтобы внести атомное производство энергии в зеленку, да, это, да, есть такое, хорошо, давайте хотя бы так, что ли, посмотрим, они там еще и дивов, что ли, платят при всем при этом, а у них нет беты, почему, в Казахстане нет беты, нет кириллиса, дивдоходность 368, у них, мне они не нравятся, у них при дивдоходности 368, ПАУТ Рэша, 8177, ну добывающая компания, не, ну они, 368, 8177, это значит, что они не растут, почти, ну а куда им расти, они выкапывают и продают, еще раз, это что значит, что они не растут, значит, что их цена не будет сильно растет, она будет расти там со скоростью, будет расти цена на уран, и соответственно, будут расти их доходы, цена, прекрасно, ну мы, готовы мы закладывать, то, что цена на уран будет расти, быстрее рынка, ну, что на быстрее рынка, будет быстрее, быстрее инфляция, условно, я бы на это поставил, хорошо, если ты готов на это ставить, то на них можно ставить, потому что, расти они именно за счет расширения мощностей, за счет увеличения, они кричат про зиму урана, не будут, они, это, это ты покупаешь уран, тупо уран, ну да, да, хочешь купить уран, флаг, флаг в руки, хорошая инвестиция, тупо уран, давай запомним, давай запомним, так, и рм, я не помню, что это такое, а, это, по-моему, этот, сейчас скажу, рид, рид, и рм, о, ля, айрон маунтон рид, это айтишный рид, да, да, центры обработки данных, айтишный рид, то есть это, короче, огромные ангары, где стоят серверы, и, соответственно, чуваки это сдают, кстати, они неплохо так, неплохо так, неплохо так просили, ну, это недвижка, недвижка, всегда хорошо, меня, вот что смущает, в ридах, там 30% с дивидендов, и, соответственно, дивы прекрасны, у них реально, кстати, крутые дивы, вот смотри, за год у них в районе 6%, но, какие бы формы-то не заполнял, с ридов, в любом случае, будет 30%, и получается, 6% дивидендов, или на 3%, превращается в 4 с копейками, что тоже, кстати, немало. За последние 20 лет, недвижка растет быстрее всех. Мне кажется, знаешь, не тоже недвижка растет, а не, недвижка растет с такой скоростью, как деньги обесценивать, то есть, недвижка, она, скорее всего, стоимость остается константой, нет? Это раз, недвижка в 2 раза обгоняет, S&P 500, за последние 20 лет, опа, доходность S&P 500. Эксперты с чатом, да, эксперты с чатом. Я закончу стрим, я открою себя, прессу, я тебе покажу сравнение. Слушай, ну, похоже, как отличная покупка. Да, давай запомним, 47 долларов, прям, что-то мне прям нравится, даже несмотря на налоги конские. Блин, а почему вообще зареито 30%? Это наша российская фишка? Или это мировая фишка? Это русская фишка, в принципе, ну, в смысле, это мы только в России гарантированно 30% или в мире во всем. в Америке тоже 30% платишь. Блин, ну, что ты какой-то кидал? Так, и СККО, это тоже рекомендации. А, о, это, кстати, вот, это, кстати, вот хорошо. Это компания, которая занимается добычей и продажей меди. А медь, 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 это металл будущего, в этом нет практически никаких сомнений. Медь нужна везде, в электрокарах, в проводке, во всем. Короче, медь нужна пиздец, как всем. И это не то, чтобы прям ямкой, я бы не называл это прям ямкой, короче, это компания в Южной, в Мексике, это мексиканская компания, которая занимается производством меди. И вот, я думаю, что ты говоришь про недвижку, имея в виду квартиры. А я говорю недвижку, как офисную недвижку. Офисная, коммерческая, промышленная. Да. Так, PNAE 15, ну, я не знаю, что там в Мексике, как у них принято, но в целом я на медь смотрю очень оптимистично, рентабельно. Блин, я не знаю, как компании, которые занимаются с тяжелой промышленностью, у них там рентабельность 40, 50, у Норникля вообще какая-то конская рентабельность. Как раз логично. Типа, выкопал, продал, делал нехитрое, да? На самом деле, делал хитрое. Нет, 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 Не в доходность. Они очень по-разному все рисуют себе цениваемые, имеют капитала, типа всякие, очень по-разному всякие. Завода, я понял, я понял, да. Apple на ямке. Так, мне греют смотреть AMD, короче, это запомнили, 65 баксов. 65 баксов сейчас, блин, что-то столько всего интересного сегодня. 65 баксов. Так, да, айтишники прилично просели, но это логично, потому что весь прошлый год индексы росли, несмотря на то, что были проблемы в экономике, новые волны коронавируса, индексы росли и росли. Но как росли? Они неравномерно росли, а буквально там пятерка флагманов и, как правило, айтишные флагманы тащили за собой весь остальной рынок. Причем, большинство компаний из S&P в последний год были, ну, примерно в боковике, во флете они были, туда-сюда болтались, некоторые даже вниз ходили, но флагманы настолько сильно тащили вверх, что индексы шли за ними. Грубо говоря, что флагманы сильно тащили вверх, просто это семерка, про которую говорит Роман, на просто S&P 500 сейчас имеет, по-моему, если мне моя память изменяет, процентов 50 с патализацией S&P 500, это семерка флагманов. Да, вот, и я к тому, что вот то, что они сейчас корректируются, а остальные компании, которые не заслуженно, ну, все это время это какое-то, не знаю, какое-то, подбивание бабок, какая-то справедливая, что эти дохрена выросли, как, например, Tesla дохрена выросла, Apple дохрена вырос, а эти что-то как-то на них уделили недостаточно внимания, сейчас как-то приводится это все к общему знаменателю, в общем-то. Вот, и, соответственно, упал весь IT-сектор, и непонятно, вот он упал, их перестал падать, вот Apple упал, вот, смотрите, AMD упал, можно посмотреть какой-нибудь, не знаю, мету посмотреть, мета-платформс, ну, не особо-то упало, кстати. Microsoft. Microsoft, он, кстати, где Microsoft, он упал, кстати, Microsoft упал, да, кстати, ой, Microsoft на такой ямке, вот мы взяли по 335, на 315, ямка просто бомбезная. Кстати, Microsoft хорошая, как-то. У нас нет, все, 315 баксов на нем, надо все деньги на нем тратить. Я, я тебе уже рассказал, почему я не люблю Microsoft, потому что Microsoft есть очень плохое свойство, он обожает, он обожает M&A, да, и он обожает убыточные M&A. Ну, тем не менее, вот, вот их, вот их показатели с года в год, убыточные, не убыточные, вот их показатели. Не убыточные, не в плане, что убыточные, что которые им приносят убыток, а в плане, что прибыль объединенной компании меньше, чем суммарная прибыль в прошлом году. Будет еще падать Яндекс? Да, трудно сказать, трудно сказать, будет ли еще падать Яндекс, трудно сказать. От многих российских инвесторов Яндекс отталкивает от Яндекса то, что они не платят дивов, российские инвесторы очень любят дивиденды, я тоже люблю дивиденды, вот, и, а Яндекс не платил их в прошлом, не платит сейчас, более того, он заявляет, что не планирует платить их в будущем, то есть это чисто компания роста, это многих отталкивает, кроме того, непонятно, ну, как, чего от нее ждать, как от нее останется. Я смотрю темистично Яндекс, у нас, кстати, 5200. Давайте так, если нам будут много Яндекс.Такси, Яндекс будет хорош, если они мало будут Яндекс.Такси, Яндекс, я много выделю на топ-продажу, это будет плохо. Я не знаю, Роман, в курсе, не в курсе, Яндекс в ближайшем году, 2022, планирует в отдельную компанию выделить Яндекс.Го. Не, я не знал. Выдать им отдельный тикер, вывести их. таким вот, не, я не знал. Вывести их на рынок, потому что он считает, что их основной бизнес, как поисковика, теперь сильно не связан с... Но они же также активно развивают и онлайн-торговлю, и дроны, и беспилотные такси. Не, нет, они много что развивают, я просто говорю, что беспилотные такси это тоже Яндекс.Го будет. Яндексу, как поисковую, останется примерно Яндекс.Маркет. И вот вопрос, как будет... Умный дом, Алиса, вот это все. Но это все Яндекс, не только это, хорошо. Я просто про то, что они будут делиться, и меня лично бы отталкивало то, что они собирают делиться, непонятно, как они это будут делать, непонятно, как это скажется на компании, непонятно, собственно говоря, как они будут теперь взаимодействовать друг с другом, как разработчики, как они разработчиков поделят, много чего вызывает вопросы в связи с этим разделением. Ну, ладно, у нас есть достаточно много Яндекса, у нас 5-6 акций Яндекса, на 25 тысяч, пока подожди. Насчет Тинькофф, спрошу, ребята, мне очень нравится Тинькофф, компания со всех сторон прекрасная, но я считаю, что она очень дорогая. Сейчас она, кстати, очень прилично просела, очень прилично просела, 77 долларов за акцию, но я считаю, что она все еще очень дорогая. Конечно, ее трудно оценить под средним российским показателем, ожидать от нее какой-нибудь 8 ПНЕ, вряд ли у Тинькоффа когда-либо будет 8 ПНЕ, но сейчас у нее почти 20 ПНЕ, и вот сейчас она стоит 77, ну, да, ладно, но я бы, вот, наверное, вот за 60 я бы точно выбрал Тинькофф, за 70 я бы серьезно обдумал, но за 77 все еще жаба душит, компания хорошая, компания прекрасная, мне очень нравится, без Олега Тинькова ей только лучше, но 77 дорого. Да, потому что Олег Тинькофф, да, Тинькофф банк стал крутым не благодаря Олегу Тинькову, а вопреки, поэтому. Нет, его, конечно, благодаря, но сейчас он тащит его уже вниз, можно мне, где вбивать я просто? Что-то найти. Я хочу тикер один найти, я не уверен, что он есть. Революция? Да. Он торгуется? Нет, революция есть. Жаль. Короче, когда революция выйдет на рынок, а он рано или поздно в ближайшем выйдет на рынок, с моей точки зрения, смысл Тинькофф вообще отпадет. Что такое революция? Это на самом деле Тинькофф только европейский, только с выходом на европейский рынок. Я европейский рынок люблю, честно говоря, больше, чем российский. О, экстремист. В плане, он как-то стабильный. Он больше, он просто физически больше. Давай что-то определяется. У нас есть сегодня 200 долларов и около 7 тысяч рублей. Так мы вроде там определились. Ну, мы это брали. Короче, я предлагаю на 7 тысяч рублей купить слот Фосагра, да, не могу Фосагра, и про рубли забыть. Фосагра нынче не покупается. Ладно, я куплю это в понедельник вместе с Global Trans куплю Фосагра в понедельник как проснусь после обеда. Вот, остается 200 долларов, которые надо как-то распределить. Так, почем там Intel у нас? Intel у нас уже немножко есть. Intel стоит 50, ну, пишем, 54. Так, AMD, почем у нас? AMD у нас стоит, ну, выглядит как некоторая ямка, 132 стоит AMD, да? Я снимал 132. Так, еще мы хотели Reit взять, очень круто, и Южноамериканскую медь, и у нас всего 200. Sinopec, черт с ним, анвиди, а черт с ним, таки, да? Ну, другой раз, ладно, обсудим. Сбер, хорошо, но мы рубли потратили, коза там пром, нет, соответственно, у нас пром нет, ты же хотел бы обложить. Ты что-то так убеждаешь меня, у нас есть, кстати, одна акция коза там промо, не, я говорю, это чисто фьючерс на уран. В целом, да, фьючерс на уран. Ладно, давай запишем за 35 долларов коза там пром. Так, соответственно, Сберу удаляем, это все удаляем. Ее единственная помощь передствующая, что он еще индивидентно какие-нибудь киевы платят. да. Так, IBM хотели посмотреть, давай посмотрим IBM, давай посмотрим IBM. IBM, 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 знакомьтесь, тоже, кстати, не очень дорогая компания. Так, 200 долларов. IBM вот прекрасно подходит под компанию, которая через 10 лет не умрет. Согласен, согласен. Так, у нас AMD две акции, да, если мы берем один AMD, у нас останется буквально на одной еще какую-нибудь, а если мы не берем, то можно купить каким-то три разные акции. ИРМ мне нравится. ИРМ мне нравится. Можем взять два ИРМ. ИМД? У нас хватит? Нет, нам хватит на два ИРМ. Наверное, Intel и южнокорейская без Казатам и без Казатампрома. С другой стороны, блин, хочется... Давай возьмем южнокорейскую меси, не южноамериканскую. Возьмем два ИРМ, один Казатампром, один Intel. Я верю, мне Казатампром не нравится, а так Intel и ИРМ. Не нравится Казатампром? ИРМ мне очень нравится, я люблю недвижку. Ладно, возьмем два ИРМ. Может, три ИРМ сразу? два ИРМ. Ну, вы как ямка, реально вы как нереально ямка, я не знаю, что они так... Казатампром? А? Омикрон? Омикрон же там выросли. А, ты про это? Не, 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 как можно омикрон-то коснуться? Они... Что там прогнозируют? Прогнозируют средний, 56, средний, 56, 56, немного прогнозов. Ладно, купим два ИРМа для начала. Все, купили два ИРМа, у нас осталось 110 долларов. Ну, это точно 7. Ну, получается, если мы берем южно... Ну, мы можем сейчас вообще просто купить один СКК и оставить немножко долларов на следующий раз. В хозяйстве вещь полезна, не пропадет. Купим еще чем-то. Мне их показать описание. Кого? Да, можно я не описание показателя. Понятно? Да. Кашка. Кончик, конечно, так нельзя делать. Что ты хочешь? Тикер. СКК? Нет, это я понял. Убить. Я хочу посмотреть какой-нибудь медь. Да. Не так много меди, на самом деле. Нам нужен анализ. наличь получил больше. Нотарио Tinko? Вейли? Давай посмотрим. Вейл это не то, чтобы медь. Кстати, мне тоже очень нравится. Он, кстати, подрос очень прилично. Вейл мне тоже очень нравится. Сколько вейла? Ч么? Четыре с половиной オア Вейл мне тоже очень нравится. Вейл я бы купил с удовольствием. Кстати, немножко есть но вейл это не то, чтобы медь. Вейл это железная руда, насколько я знаю. но совсем идеальных процентов сегодня подрос совсем идеального конкурента мы не найдем описать типа можно мне будет описание описание мне тут больше нравится я описались вытекали мне больше нравится описание железную руду аганташи марганец золотой ники ну мне есть но как бы это насколько знаю немного это бразилия а то мексика ну похоже похоже да ну типа мне нравится больше мне тоже нравится больше меня бесит то что вы мы успели купить довольно мало они что-то сегодня за день на 6 процентов прям раздражает а можно просто интересный что дает сводным 17 обещают что не то что прям до хуяна сами сейчас 15 годный холд обманку фамилика горы май банков америка тоже обещает 17 игре покупай но у них девушки жирные у них же ну хотя по-разному меня у них жирный диву них пиздец жирные девы но это связи с тем что подорожало неизвестно какой будет будут нестандартная сейчас 12 на за последние пять лет за пять лет меньше трех и паил трэйш очень высокий ну это мы с тобой обсуждали что что такое высокий паил трэйш фьючерс на то что они производят не ну вообще мне кажется если коронавирус кончается то материалы будет востребован и а мы сиди же не глянули кстати она в рублях да у нас сиди же в рублях можно не купим до сиди же в рублях ладно мы запомним я напомню до проски же вкусная компания короче вы у нас есть с какого у нас нет не то что я рад плодить позиции по одной акции это это зря что зря что ты не рад чем больше позиции по на акции прекрасно не на то веришь а диверсификация да в принципе ну блин это огромный список надо их еще и позиции наращивать мало того что увеличить качестве позиции но и наращивать у нас эти вот русагра до хрена но я бы их брал и брал брал и брал компания вообще отличная пулеметал слишком много сберну короче на смогли как ну русагра да да ну в общем ребята такие у нас сегодня покупки остались деньги на то что в понедельник купил global транс и и фаса грамм global транс и фаса грамм можно ли купить акции компании и мамой игры не метелиться но смотря какой тебе любовь что ли нет не все компании торгуются на бирже вот например на валюту торгуются какой-нибудь долго не торговался марс не торгуется марс не торгуется марс частной компании в общем ребята такой инвест стрим он был довольно долгий сегодня но зато интересное специально приглашенным экспертом из чата павлом это практически специально обученный профессиональный инвестбанкир специально обычный мальчик павел вот надеюсь вам было интересно если вы хотите тоже становиться экспертом из чата тоже хотите брать свои шпекели и пытаться их удачно пристроить в акции то ссылка под этим роликом там найдете ссылку на регистрацию и ну и всякие обучающие ролики информации сегежу сейчас кира сильно рекламирует начала такие раз сильная на самом деле никогда ничего не рекламирует она как бы ну она не говорит о покупай сегежу налетая не прогадать говорит ну мне кажется сейчас хороший момент это не назовешь прям сильной рекламой более того как я же говорил раньше в большинстве случаев он дают реально очень крутые советы зачем хорошим компаниям выход на биржу на сами есть много причин выход на биржу если совсем в словах то акционерное общество это лучшее лучшая форма владения компания лучше лучшее что может быть по множеству причин выход на биржу например доп деньги которые нужны деньги плюс защита от дурака ну и на самом деле много есть причин в общем это не просто так что кто-то берет свою крутую компанию и отдает вам за бесплатно нет человек который это делает получает вполне конкретные бонусы это еще из важного на самом деле репутационные да дальше и плюшки да в плане что публичные компании гораздо более охотно будут и банды нормально выпускать в плане их будут гораздо более охотно брать и кредиты вам будут более охотно давать потому что вы гораздо чаще публикуете отчетность вы под гораздо большим надзором со стороны органов наших прекрасных типа сека цб и прочих наших органов сека нашего сека но это мой главный враг будущий поэтому очень много плюсов выхода на это для компании да это не благотворительность это вполне взаимовыгодный процесс выход на биржу мы получаем возможность покупать дольки в компании изначально владелец тоже получают много бонусов это и компания получать много иногда это просто для владельца способ быть в кэш стоит ли она того что тебя основателя могут отстранять от управления до стоит потому что ты основатель не всегда будешь править хорошо олег тиньков хорош тому пример да а это еще некоторая страховка от того что во первых ты всегда можешь выпустить двадцать пять процентов так чтобы тебя физические могли отстранить зачем брокерам так себя рекламировать сами бы зарабатывать раз так это просто ну представь себе пятерочка пятерочка сама не производит продукт она не выращивает рис не выращивает колбасу она покупает их у фермеров ну грубо говоря у фермеров и продает вам зачем это нужно зачем эти какие-то фермериста может сама все производить ну потому что ты не можешь делать все пятерочка посредник брокер это посредник даже не в этом дело это прекрасно даже если мы говорим что брокеры очень умны то есть прекрасная вещь под названием бонусы от масштаба когда на тебе торгуют на пару миллиардов или ты торгуешь на свой мир он это две разные две разные вещи есть такая полушутка полупоговорка что во время золотой лигородки в америке в калифорнии больше всего заработали продавцы лопаты означает что если ты пытаешься добыть золото может тебе повезет ты сильно разбогатеешь а может тебе не повезет и ты не заработаешь ничего а продавцы лобат может не стремительно разбогатеют но они стабильно будут зарабатывать продавая лопаты вот тоже самое брокеры кто-то угадает с акциями кто-то не угадает а брокеры заработают на комиссиях поэтому все вполне логично уби . ямка убить а посредо вложил себе точек через coinbase например можно покупать акции тесла можно и сидеть на жопе ровно ждать пока мы не колонизируем марса акции будет 300 процентов теста не имеет отношения к мультикам да многие думают что раз основатель тесла илон маск и основатель spacex и вам остают одно и то же нет но это разные не связаны компании тесла это электрокара и только не да я считаю что тесла сейчас несколько переоценена потому что сейчас все чаяния надежды и деньги которые хотят пустить пустить в электрокары практически все ушли в теслу но понятно что остальные производители классические производители которых последние годы позабыли кстати мы сегодня вообще не посмотрели это и ford и general motors volkswagen toyota они все наверстают и часть денег перетечет туда и в том числе перетечет из тесла поэтому я бы сейчас не стал но все-таки про все уважение к маску маска то скорее шоу мэн чем гениальный здесь мы блять шоу мать и не менее у компании его нет ваша шоу мэн ахуясь шоу него блять тесла нормально ебаши spacex ебаши шоу мэн блять я скорее потому что все его компании в среднем он офигенно придумывает бизнес и хорошо им его относительно управляет все компании в среднем переоценены то есть они всех хорошие но за маркетинг замаркетил да вот ладно все ребята и так все очень длинный стрим капец длинный стрим будем заканчивать спасибо что смотрели ребят спасибо что поддерживали завтра стрима видимо не будет завтра увидим у нас вне очередная пьянка